Роспотребнадзор Здравствуйте, Елена Николаевна. Елена Николаевна, давайте начнём с того, что объясним, что такое ботулизм и как он передаётся. Начнём с этого вопроса. Да, действительно, в июне этого года произошло массовое заболевание ботулизмом в нескольких регионах нашей страны. Ботулизм – это тяжёлое пищевое отравление, инфекционное заболевание. И особенность этого заболевания заключается в том, что для человека опасен не сам возбудитель клостридия ботулизма, а тот токсин, который вырабатывает этот микроб. Выработка токсина клостридии проводится в особых условиях. Эти условия, когда возбудитель не получает кислород. То есть при отсутствии кислорода клостридия ботулизма начинает выделять свой специфический токсин. А эти условия создаются в тех случаях, когда проводится консервирование продукции. Если те продукты, чаще всего это бывают грибы, но могут быть и овощи, не были качественно промыты, и если остались остатки земли, песчинки, и в этой земле присутствовал возбудитель ботулизма, консервированная продукция плотно, герметично закрыта металлической крышкой, вот здесь как раз создаются все условия для опасного развития и накопления ботулинического токсина. В последующем, если эти опасные продукты, в которых произошло накопление ботулинического токсина, употребляются в пищу, возникает клиническая картина ботулизма. Но еще отмечу, что опасными могут быть не только консервы. Опасными в плане развития ботулизма могут быть и мясные продукты. Готовые, да, мясные продукты? В основном это продукты, которые в домашних условиях проводятся их копчения. Если эти продукты также были загрязнены в процессе обработки перед копчением, и, соответственно, здесь в толще продукта также может происходить выработка ботулинического токсина. Проявляется ботулизм у человека по-разному. Симптомы, да? Сейчас перейдем к симптомам немножко. Симптомы. Вот я хотела бы об этом проговорить и сделать акцент. Потому что зачастую заболевшие ботулизмом в первую очередь обращаются не к инфекционисту. Эти заболевшие обращаются к неврологу. Первые симптомы, как правило, это глазные симптомы. У человека резко ухудшается зрение. Возникают ощущения мелькания мушек перед глазами, двоение в глазах, сетки перед глазами. Если ботулинический токсин поступил в достаточно серьёзном количестве, то кроме вот такого нарушения зрения возникают и различные симптомы нарушения деятельности глазных мышц. Может произойти одностороннее опущение века. Может возникнуть косоглазие различное. Может возникнуть нестагм и другие симптомы. Насколько быстро это возникает? Инкубационный период при ботулизме короткий, от нескольких часов. В основном это сутки. Но бывают случаи, и описаны случаи, когда инкубационный период от первого симптома до развития клинической картины составляет 7 суток. Редко 10 суток. Поэтому наблюдение за контактными лицами, которые тоже употребляют в пищу, эти подозрительные продукты вместе с заболевшими, организуется на 10 дней. То есть наблюдение за контактными обязательствами. Наблюдаю, совершенно верно. Елена Николаевна, а вот эта вспышка в июне, которая была в 2024 году, получается людей абсолютно по эпидемиологическим параметрам ничто не связывало. То есть они заболели в разных регионах. Все-таки что здесь повлияло? Давайте немножко все-таки раскроем. Что это? Готовая продукция, консервированная, как вы уже сказали. Что это повлекло? Вспышка, которая была зарегистрирована в июне этого года, она связана с употреблением в пищу продукции, в которой были в качестве компонентов различные овощи. Но в частности здесь виновный продукт – это красная фасоль, которая изготавливалась на одном из предприятий в Московской области. И затем, после расфасовки этого продукта под вакуумом, то есть в вакуумных пакетах, эта продукция распространялась по территории различных субъектов и использовалась для приготовления уже различных многокомпонентных блюд. Это были и салаты, в которых была использована эта красная фасоль, и лобио, и различные другие кулинарные блюда. Продукция эта изготавливалась в антисанитарных условиях. Предприятие в настоящий момент закрыто, материалы переданы в Следственный комитет. При отсутствии централизованной подачи водоснабжения, обработка предварительной сырья, этой сухой фасоли, проводилась водой, которая привозилась на это предприятие, хранилась в емкостях на территории. И предприятие это не подавало уведомления о своем открытии в территориальный орган Роспотребнадзора, не было никакого производственного контроля. И, в общем-то, это повлекло грубейшие нарушения, как технологии обработки сырья, так и приготовления этой продукции. Вот эта вареная фасоль, она неким образом там обрабатывалась, варилась, а потом расфасовывалась в целлофановые, в пластиковые пакеты и доставлялась в ряд субъектов. Вот случаи были зарегистрированы и в Москве, и в Московской области, на территории Нижнего Новгорода, и в Татарстане. Надо отдать должное предприятиям, которые занимаются доставкой продукции. Они очень активно работали и помогли проведению эпидемиологических расследований, которые проводились в субъектах, с целью быстрейшего выявления тех лиц, которые приобретали эту продукцию. И лица из соматических отделений, вот о чем я уже сказала, первые симптомы неврологические, а если первые симптомы неврологические, значит, заболевшие не получают необходимого лечения против ботулизма. А лечение здесь именно специфическое, используется против ботулиническая сыворотка. И если это лечение начинается поздно, то летальный исход здесь неизбежен. Так вот, те юридические лица, которые занимались доставкой продукции, они помогли здесь и в ряде случаев, заболевшие из соматических отделений переводились в инфекционное отделение и уже там получали специфическое лечение. И это помогло избежать более печальных последствий после употребления продуктов, в которых был обнаружен ботулинический токсин. То есть, вот своевременность этих мер, да, она повлияла как раз на, как бы развалась цепочка, да, как говорится тоже? Совершенно верно. Потому что если заболевший своевременно обращается, если ему сразу назначается правильное лечение, то здесь ботулизм вылечивается. Он вылечивается, и, соответственно, в течение нескольких месяцев могут оставаться некоторые симптомы, связанные с пролечом мелких мышц. Но в целом своевременное лечение против ботулинической сывороткой поливолитной дает полностью выздоровление от этого заболевания. Елена Николаевна, у нас в Ульяновской области не зарегистрировано ни одного случая ботулизма, да, получается? В этом году уже есть два случая ботулизма. Есть два случая всё-таки, ага. Но эти два случая связаны с употреблением в пищу рыбы, вяленой, непотрошённой, приготовленной в домашних условиях. Вообще возбудитель ботулизма в естественной среде находится в почве. Также он может быть естественным обитателем кишечника, животных. И, соответственно, с фекальными животных он также может попадать в почву. Так вот рыба, находясь в водоёме, соответственно, если этот водоём имеет загрязнение, то рыба, кишечник рыбы тоже будет содержать в себе этот возбудитель. И вот при приготовлении рыбы в домашних условиях, если её посол, копчение производится в непотрошённом виде, всегда есть риск развития и накопления там ботулинического токсина. Да и не только ботулизма и других, может быть, паразитарные инфекции. И другие инфекции, паразитарные инфекции. Но здесь риски очень высоки. И если ботулинический токсин накапливается в кишечнике рыбы, конечно, внешне это будет проявляться на вздутии тушки рыбы. И визуально это очень хорошо видно и заметно. Чем больше его там накапливается, тем эта картина будет явная. Так вот, два этих случая, которые у нас были зарегистрированы, сами граждане рыбу ловили, солили, и потом получилась вот такая вот неблагоприятная ситуация, когда лечение уже проводилось в стационарных условиях. Но лечение проведено успешно, по выздоровлению пациенты выписаны. Елена Николаевна, что делается сейчас? Ну, я знаю, что всегда к этой теме очень строго относятся ваше управление. Вот сейчас что делается для такого строгого контроля именно со стороны Роспотребнадзора именно по нерпостранению и, может быть, даже к непоявлению таких вот очагов ботулизма у нас в Ульянской области? Ну, во-первых, все мы должны очень четко понимать, что приобретать пищевую продукцию, особенно консервированную, следует только в предприятиях торговли. Зачастую мы видим, когда возле магазинов, возле торговых предприятий, на рынках частные лица реализуют консервированную продукцию, консервы, которые они приготовили в домашних условиях. Вот такую продукцию, грибы ли это, какие-либо это овощи, соленые ягоды и все прочие другие продукты приобретать ни в коем случае не следует. То есть рисковать не нужно в этом? Нет, риски здесь крайне высоки. Приобретая такую продукцию, потом даже невозможно понять и провести эпидемиологическое расследование. Такие случаи были, когда приобретались продукты на рынке. Или несколько продуктов, например, тоже определить невозможно. Да, да. И здесь, в общем-то, эта продукция несет за собой высокую степень опасности. Второе, что важно помнить, это приобретать продукцию в предприятиях торговли, необходимо обращать внимание на внешний вид консервированной продукции. Консервы должны иметь ровную поверхность шестибанки, либо это крышка металлическая на стеклянной упаковке. Не должно быть вздутий, не должно быть явлений бомбажа, не должно быть ржавчины на этих консервах. Если такие признаки отмечаются, необходимо эту продукцию оставить на прилавке. И, соответственно, можно оставить соответствующую запись в книге отзыв и сообщить администрации магазина. И, конечно, дома мы все консервируем продукты, безусловно. Но консервация должна осуществляться с соблюдением строгих правил гигиены. Безусловно, это тщательная двукратная обработка проточной водой тех продуктов, которые мы консервируем. Если мы говорим о грибах, грибы следует промывать 2-3 раза. Ни в коем случае грибы, собранные, не стоит оставлять для переработки на следующий день. Надо стараться все это сделать в день, тогда, когда они собраны. Если уже остаются они на какой-то период позже на переработку, то следует их хранить только в условиях холодильника, плюс 2-6 градусов. И тщательная обработка и посуды, и крышек, и соблюдение всех условий в домашних условиях при обработке с последующим консервированием. Ведь коварство ботулизма в чем? Он не меняет цвет продукта, он не меняет запаха продукта, не меняется консистенция. Внешне этот продукт может выглядеть абсолютно здоровым, употребляя в пищу абсолютно качественным. Употребляя в пищу продукт, в котором уже накопился ботулинический токсин, мы не ощущаем его ни вкуса, ни запаха, никаких-либо посторонних порочащих признаков. Вот в этом и коварство этого заболевания. Поэтому внимательно необходимо относиться к вопросам покупки консервированных продуктов и, соответственно, консервирования в домашних условиях. Это тоже ответственность каждого человека, и надо к этому предлагать силы и внимание, и, соответственно, этот продукт будет качественным. Илья Николаевна, вы всегда очень грамотно так говорите, на что нужно еще обратить внимание при покупке продукта. Давайте еще раз все-таки. Вы сказали сейчас внешние признаки. Как говорится, эстетика продукта должна соблюдаться. То есть, чтобы приятно было в руки брать и все такое прочее. Вот это вздутие, все прочее, нарушение целостности. А на что на этикетке все-таки еще нужно обратить покупателю? Что нужно прочитать? Где нужно акцентировать свое внимание, чтобы действительно, как говорится, не обжечься в этом направлении? Безусловно, следует посмотреть дату изготовления, срок годности продукта и проверить. И условия, наверное, хранения тоже, да? Да, условия хранения тоже необходимо посмотреть и соотнести ту дату, которая указана на маркировке, соответственно, соблюдение срока годности. А вот условия хранения, мы всегда напоминаем, они указаны на каждой единицу упаковки, но покупателю следует обратить, как эти условия соблюдаются в организации торговли. Потому что термоиндикаторы, термометр должны быть в каждом холодильном оборудовании и соотнести те показания, которые должны соблюдаться, и что по факту есть. Особенно вот летний период здесь учащаются те случаи, когда холодильное оборудование работает с отклонением от того норматива, который должен быть. И это способствует ухудшению, увеличивает риски ухудшения микробиологического состава пищевых продуктов. Елена Николаевна, я понимаю, что вот такой вопрос хочу задать. Что делается именно на предприятиях и в организациях, которые именно занимаются выпуском продукции со стороны Роспотребнадзора? Я понимаю, что это тема отдельной программы, наверное, может быть. Но хотя бы в двух-трех словах, чтобы люди понимали, что действительно эта работа все время проводится. И что делать со стороны, что должны делать со стороны организации? Предприятия, которые выпускают пищевую продукцию, особенно консервированную продукцию, да и любое предприятие, которое обеспечивает выпуск продукции в промышленный оборот для потребителей, оно обязано осуществлять мероприятие по внутреннему производственному контролю, основанному на принципах ХАСП. В этом случае предприятие обязательно проводит проверку сырья, которое поступает для изготовления пищевых продуктов. Критерии этого сырья определены нормативной документацией, которая используется для изготовления пищевых продуктов. И, безусловно, на каждом этапе технологического процесса осуществляются меры, которые препятствуют загрязнению пищевых продуктов. И внутренний контроль, лабораторный контроль как раз и указывает предприятию на необходимость возможного усиления на каких-то этапах тех действий, которые могут быть осуществлены. Более того, предприятие торговли обязательно проводит декларирование продукции, которая выпускается в промышленный оборот. При декларировании продукции проводится исследование пищевых продуктов, и причем исследование проводится только в аккредитованной испытательной лаборатории. И в течение всего выпуска продукции периодический выборочный контроль безопасности. Это также обязанность изготовителя. Если возникает жалоба покупателя на качество продукции, в этом случае возможно проведение мероприятий контрольно-надзорных, проверочных мероприятий, как в организации торговли, по соблюдению условий хранения, сроков реализации, так и в отношении предприятия-изготовителя. Понятно. Елена Николаевна, давайте все-таки еще хочу, чтобы мы немножко остановились на симптомах, на которые человек должен обратить внимание. Ну вот ряд, мы уже сказали, симптомы, да, стороны органов зрения, стороны нервной системы. Еще какие симптомы должны насторожить человека и незамедлительно обратиться к медицинским работникам? Да, безусловно, первые симптомы – это вот глазные симптомы, так называемые нарушения зрения в различных формах. Но часто бывает первыми симптомами – это симптомы нарушения со стороны работы пищеварительной системы. Но такие симптомы, как повышение температуры, диарея, боли в животе, при ботулизме мало характерны. Температура держится, как правило, на субфибрильных цифрах. А вот симптомы, связанные с параличом мелких мышц, гортани, глотки, ответственность за проглатывание пищи, вот здесь они характерны. У заболевших первоначально может появиться нарушение речи. Речь становится гнусавой, плохо разборной, плохо разбираемой. Присоединяются симптомы нарушения глотания. Первоначально заболевший не может проглотить сухую твердую пищу. Но если интоксикация продолжает нарастать, у пациента возникают проблемы с проглатыванием и жидкой пищи. То есть тоже прям центральная нервная система воздействует? Безусловно, да. То есть это нейротропный яд. И если интоксикация дорастает, полностью парализуется акт глотания. Человек не может проглотить ни твердую, ни жидкую пищу. Но самая, конечно, опасная и самая тревожная такая симптоматика, которая приводит к летальным исходам, это паралич дыхательных мышц, паралич дыхательного центра. Центральная нервная система. Поэтому человек погибает от остановки дыхания. Если от токсина поступает много, доза сразу большая, то именно причина смерти – это остановка дыхания. Понятно. Елена Николаевна, а вот те тяжелые случаи, которые сейчас вы описываете, это уже крайние такие, да? Вот всегда все-таки подлежат стандарным лечениям? И давайте вообще скажем, какие категории именно подлежат госпитализации? И какие можно амбулаторные лечения? Батулизм, любая форма, лечится только в стационарных условиях. Потому что лечение здесь, в первую очередь, это специфическая поливалентная противобатулиническая сыворотка, которая вводится с соблюдением определенных требований. По схеме? Да, для того, чтобы дробно-побезредко, для того, чтобы избежать анафилактической реакции. И поэтому любая форма батулизма, она лечится только в стационарных условиях. Если имеются иные симптомы, то симптоматическое лечение тоже проводится. Как правило, назначаются и антибиотики, и антистаминные препараты. Ну, если и антиксикация, тем более, идет, конечно, надо снимать симптомы антиксикации. Да, используется барокамера в лечении. Но вот именно противобатулиническая сыворотка – это вот тот препарат, который спасает жизнь больным. Кстати, и диагностика этого заболевания, она тоже специфическая. Симптомы играют важную роль. Но важно еще собрать правильно, быстро эпидемиологический анамнез. Что ел человек, какие продукты он употреблял в пищу. Подозрительные продукты, если он остается в домашнем очаге, в домашних условиях, он обязательно изымается. И эти продукты исследуются уже в микробиологической лаборатории. Исследование крови от больного проводится также с учетом некоторых особенностей. Ставится биологическая проба, проводится реакция нейтрализации на белых мышах. Таким образом и устанавливается сам токсин, и определяется его тип. Потому что определив тип токсина, ботулотоксина, здесь уже в дальнейшем противобатулиническая сыворотка поливалентная сначала вводится, а затем она используется с учетом типа ботулинического токсина, который был определен на белых мышах. Вот эта реакция нейтрализации здесь важна, и она проводится в первые дни. Желательно в первые двое суток от начала заболевания. Елена Николаевна, не секрет, что сейчас каждый второй человек использует доставку еды на дом. Это очень важный аспект. Конечно, мы без этого не можем. По телефону доставка, по электронной системе. И, конечно, это тоже влечет за собой какой-то ряд рисков, так называемых. Давайте вот об этом скажем тоже несколько слов для наших телезрителей. Доставка еды развивается у нас очень быстрыми темпами. Это, в общем-то, очень хорошее такое мероприятие. Оно экономит время нам, правильно? Конечно. Для того, чтобы, соответственно, время, которое особенно у работающего населения. И эта услуга все более и более сейчас востребована. Но когда мы заказываем пищу себе, кулинарные блюда какие-то, пищевые продукты, мы должны обязательно учитывать тот факт, что при получении продукта надо проверить. Надо проверить, есть ли маркировка на этом товаре. Надо проверить соблюдение сроков годности. И, соответственно, у покупателя есть право спросить и документы, подтверждающие качество и безопасность этого продукта. И, соответственно, личная медицинская книжка у курьера, у экспедитора, она у него должна быть с собой с отметкой о пройденном медицинском осмотре. Что этот человек действительно имеет допуск к работе с пищевыми продуктами. И, соответственно, доставка проводится лицом прошедшей медицинский осмотр и гигиеническую аттестацию. К сожалению, сейчас и количество жалоб увеличивается на доставку продуктов, товаров, особенно пищевые продукты, которые имеют расфасовку в предприятиях торговли с признаками порчи. Что сыр привезли с признаками плесеньи, колбасная продукция была доставлена, срок годности на ней уже истек. Поэтому, когда доставка действительно прошла, нужно посмотреть, что же было доставлено и проверить эти условия. Тем более, еще надо учитывать, что доставка должна осуществляться с соблюдением температурных условий транспортировки. Скоропортящаяся продукция, она должна доставляться в сумки-холодильники. То есть, это должен быть изотермический контейнер, в котором эти продукты транспортируются от магазина до покупателя. Это крайне важно. Елена Николаевна, у нас телезрительницы задавали такой вопрос по поводу ботокса. Что при ботоксе используется ослабленный именно ботулотоксин, и возможно ли заражение при использовании этих процедур именно ботулизму? Давайте об этом немножко пару слов скажем. При косметических процедурах используется ботулотоксин, очищенный в очень низких концентрациях. Действительно, введение ботулотоксина снимает напряжение мышц. И, вероятно, это как раз и приводит к тому, что спазм снимается, и морщины уменьшаются, разглаживаются. Примерно такой-то в общем механизм действия. Но здесь крайне важно учитывать, что эти уколы введения ботулотоксина, эти инъекции, они делаются местно. Концентрация здесь небольшая, количество крайне ограничено. Здесь врач, который проводит эти манипуляции, должен иметь соответствующую квалификацию. И местное введение небольших количеств делает неспособным проникновение ботулотоксина в центральной нервной системе через гематоэнцефалический барьер. Поэтому всё это остаётся именно местно в тех мышцах, куда была осуществлена инъекция. В этом случае, если все требования соблюдены, сделано всё в соответствии с инструкцией к этому препарату, здесь никаких последствий быть не должно. Действительно, ботулотоксин используется в косметологических целях. Винитарна, ещё пару слов. Я понимаю, что это больше касаемо уже медицинского сообщества, медицинских работников. И они всё это прекрасно знают, что подаётся экстренное извещение обязательно при этом диагнозе. Обязательно выявляется контактный, выявляется источник заражения. По контактным я хочу спросить, как это идёт наблюдение и какое обследование проходит именно со стороны контактных? Контактные лица выявляются путём опроса. Эпидемиологический анамнез у них собирается. Я уже говорила о том, что возможно нарушение речи у заболевшего. И иногда бывает, что заболевший не может даже объяснить и перечислить тех лиц, которые вместе с ним употребляли этот опасный продукт. И именно мы выходим со специалистами Центра генэпидемиологии в Ульяновской области в домашней очах. И уже там выясняем, потому что если ситуация уже тяжёлая, форма заболевания не позволяет собрать анамнез у больного, этот сбор уже осуществляется у родственников по месту проживания. Продукт обязательно должен быть исследован на ботулотоксин. И наблюдение осуществляется путём опроса, ежедневного опроса у лиц тоже, которые употребляли эту пищевую продукцию, которая привела к заболеванию. И, вы знаете, возбудитель может находиться в пищевом продукте локально. И накопление ботулотоксина тоже может происходить локально. Так называемое гнёздное расположение ботулотоксина в пищевом продукте. И не всегда все лица, которые употребляли один и тот же продукт, имеют клинику развития заболевания. Но наблюдение путём опроса ежедневного и термометрия здесь тоже используется, проводится медицинскими работниками ежедневно. Викан, ну и уже по традиции такой доброй, да, какие-то пожелания нашим телезрителям, ну, конечно, в разрез нашей темы, чтобы действительно, как бы, чтобы люди понимали, да, как себя обезопасить, как вести себя в данной ситуации, если какие-то подозрения, например, на ботулизм? Если после употребления консервированных продуктов возникают симптомы... Малейшие даже. ...характерные для ботулизма, следует обратиться к врачу-инфекционисту для того, чтобы получить консультацию, получить осмотр врача и для того, чтобы определить в дальнейшем, есть ли какая-то угроза возникновения заболевания, либо нет. Вот сейчас сезон грибов уже начался, он очень активно сейчас идет после жары и тех дождей, которые прошли у нас в регионе. Собирая грибы, тоже следует помнить о правилах по профилактике ботулизма, консервирование грибов проводить с соблюдением необходимых требований по обработке и грибов, и материалов, и инструментов, которые используются в домашних условиях. Но все-таки, если после консервации, в процессе хранения заметили, увидели о том, что все-таки произошло вздутие крышки металлической, не стоит рисковать, как бы не было жалко потраченного времени, как бы не были красивые эти грибы в этой банке, либо какой-то другой консервированный продукт, эту продукцию лучше уничтожить. Ни в коем случае не употреблять эту продукцию в пище. Спасибо большое, Ирина Николаевна. Я считаю, что своевременный разговор и очень хорошая тема, действительно. Я думаю, что это было очень полезно, потому что, как говорится, когда предупрежден, значит вооружен, как говорится. Да, профилактика – это главное. Спасибо. Спасибо большое, Ирина Николаевна. Ну что ж, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, удачи, успехов. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова